Уважаемый господин Азали Асумани, уважаемые дамы и господа, хотел бы выразить удовлетворение тем, что основные мероприятия официальной программы второго саммита «Россия-Африка» прошли в конструктивной, дружеской атмосфере и весьма результативно. Это касается экономического и гуманитарного форума, и самих заседаний саммита, и специальной встречи с руководителями африканских региональных организаций. Сегодня вечером обсудим с заинтересованными африканскими странами и ситуацию вокруг Украины. Состоялся целый ряд двусторонних контактов с африканскими лидерами. Запланированы наши встречи со всеми главами государств, присутствующими в Санкт-Петербурге. Конечно, мы рады, что в саммите принимают участие делегации подавляющего большинства стран континента, руководители всех ведущих интеграционных структур Африки. Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции, проверенные временем дружбы, на исторический опыт многопланового и плодотворного взаимодействия, которое начиналось ещё в самый ранний период становления государств Африки. А главное, что саммит ещё раз подтвердил твёрдый настрой и России, и Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнёрства. В этом контексте весьма показательно, что по итогам работы принят солидный пакет совместных документов. И в первую очередь отмечу одобренную лидерами Петербургскую декларацию. В ней зафиксированы стратегические направления развития сотрудничества России и стран Африки именно на долгосрочную перспективу. Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН. Отфиксирована совместная решимость противодействовать неоколониализму, практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности. Подтверждена сочинская договорённость раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами Россия и Африка будет действовать механизм диалогового партнёрства. Продолжатся регулярные политические консультации по линии Министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза. Планируется также учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационным технологиям, неразмещение вооружения в космосе и изменение климата. Характерно, что много конструктивных идей и полезных практических соображений было высказано нашими африканскими друзьями в ходе сегодняшней встречи. Мы их, безусловно, будем учитывать. По многим направлениям российско-африканского сотрудничества приняты отдельные декларации, где детализированы наши согласованные подходы и ориентиры дальнейших совместных действий. Конкретные задачи по активизации российско-африканского партнёрства в экономической и гуманитарной сферах и в целом по воплощению в жизнь решений Петербургского саммита заложены в масштабном плане действий до 2026 года. Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить её структуру. Идёт речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль. Устранять торговые барьеры, в том числе за счёт сопряжения интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и Африканского союза и его зоны свободной торговли. Увеличить экспорт в Африку, пользующиеся хорошей репутацией на континенте российской промышленной продукции, включая машины, автомобили, оборудование, химикаты и удобрения. Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры, как на контрактной основе, так и безвозмездно. Оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях. Причём имеются в виду не только традиционные источники энергии, но и инновационные, реализуемые по линии нашего Росатома. Планом действия, а также рядом других подписанных на полях саммита межведомственных и коммерческих документов, также предусматривается углубление промышленной кооперации, осуществление совместных проектов в информационно-коммуникационной области. В частности, наши компании открыты к передаче африканским друзьям прикладных технологий в государственном управлении, в банковском и иных секторах экономики. В ходе саммита достигнуто взаимопонимание о важности активизации культурных, научных, образовательных, спортивных, туристических, молодёжных и других гуманитарных обменов. И здесь Россия также многое предлагает нашим африканским друзьям и коллегам. Будет продолжено сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров. Увеличено число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. Совместными усилиями в африканских странах будут создаваться филиалы ведущих российских вузов, средние школы, в том числе с преподаванием ряда предметов на русском языке. Соответствующие инициативы предметно рассматривались в ходе состоявшихся встреч. И, конечно же, в наших планах помогать африканским партнёрам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надёжность, техническую оснащённость, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемией. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года. Общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Наша работа в ходе саммита продолжается, но уже сейчас хотел бы ещё раз поблагодарить всех наших африканских коллег за то, что они приняли наше приглашение приехать в Петербург и, приняв это приглашение, сделали это. Вновь подчеркну, Россия искренне стремится выстроить с Африкой подлинно стратегические многоплановые отношения и многоплановое партнёрство. И мы видим такой же настрой действовать сообща, рука об руку, со стороны наших африканских друзей. Благодарю вас. Большое спасибо, господин президент. Вы всё прекрасно сказали. Я могу только вас поблагодарить очень искренне. Спасибо, дорогой брат. Благодарю также все структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень тёплый приём. Особенно хочу отметить оптимальные условия, которые были созданы для того, чтобы этот саммит стал настоящим успехом. Ещё раз, господин президент, большое спасибо вам. Я хочу вас также поздравить. Потому что все те решения, которые вы приняли, вы о них не пожалеете. Мы действительно добились успеха. Успех для президента Путина, который нас пригласил. Но также это успех и для нас. Для нас, африканцев. Если Россия выигрывает, с ней выигрывает и Россия. С вчерашнего вечера мы продолжили дискуссии и сегодня выступали в этих речах. Мы благодарили вас и отмечали отношения, которые существуют между нашими странами и Россией уже на протяжении многих десятилетий. Мы знаем, что друзья познаются в беде. И именно когда Африка находилась в сложной ситуации, это был период рабства, период колонизации или период апартеида, Россия всегда нам помогала. И это была одна из первых стран, которая оказала нам свою помощь в борьбе с колонизацией, с апартеидом и с рабством. Поэтому у нас сложились вековые отношения. И, конечно, я думаю, что они будут развиваться тем или иным образом. Действительно, настало придать им отношениям новый импульс и идти вперед. Мы обсуждали многочисленные проблемы, о которых также упомянул господин президент. Что можно отметить? Отмечаем, что Россия готова помогать нам в образовании, в формировании кадров, потому что нам очень важны человеческие ресурсы. Практически все африканские страны отправляли своих студентов для того, чтобы они обучались в России. И все эти кадры теперь работают у нас как в частном секторе, так и в государственных администрациях. Мы будем вместе идти вперед, знаем, что в России есть весь необходимый потенциал, и нужно его задействовать максимально. Мы уже говорили об этом. Будем идти еще дальше. Да, мы поддерживаем сотрудничество. В 2019 году мы провели первый саммит, но, к сожалению, затем настал период ковида, и из-за этого мы притормозили наши реализации. В ходе этого саммита мы сказали, что нужно создать механизм, который поможет нам добиться большего, и также подвести черту, понять, что нам удалось сделать, что нам не удалось сделать, как нам исправлять наши ошибки. В Африке множество кандидатов, которые готовы принять этот саммит, в том числе Каморские острова, готовы это сделать. Мы обсудили все возможные темы, весь спектр, энергетика, инфраструктура, и также мы продемонстрировали, что у нас есть свой африканский потенциал. Осталось только воспользоваться этим материалом, этим капиталом на наше общее благо. Нужно воспользоваться этими мощностями и создать продукт с добавленной стоимостью. Да, мы получили политическую независимость, она по-прежнему остается на политическом уровне. Нужно идти дальше, у нас есть капитал, мы сейчас экспортируем наше сырье, и затем это трансформированное сырье возвращается к нам, и мы покупаем его за гораздо большую цену. Мы знаем, что Россия может нам в этом помочь, она продемонстрировала свою готовность. И, собственно, она это делает уже во многих странах. Это касается процессов индустриализации и многочисленных областей энергетики, сельского хозяйства и так далее. Поэтому еще раз считаю, что нас ждет успех, и мы очень благодарны, удовлетворены результатами наших встреч. Мы живем в едином мире, и мы сейчас выступаем за то, чтобы Африка была частью тех организаций, которые принимают решения. Мы живем в многополярном мире. Россия будет инвестировать в Африку, но это не значит, что другие не придут к нам. У нас будут созданы условия для позитивной конкуренции. У нас будет не один единственный партнер, но многочисленные партнеры. Думаю, что если у нас два-три партнера, это еще лучше. Они привлекут других партнеров. Большое спасибо, господин президент. Большое спасибо России. Вы всегда находитесь рядом с нами. Мы создаем зону свободной торговли в Африке. Считаю, что это хорошая модель, и она поможет нам тоже идти вперед и развиваться. И в качестве председателя я могу ускорить установление развития этой зоны свободной торговли. Я убежден, что вместе с Россией, ее поддержкой и партнерством, мы сможем реализовать такой проект и добиться конкретных результатов. Мы обсуждали вопрос зерна, зерновых и их поставок. Президент России сказал, что готов нам помочь даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя. Да, знаем, что сейчас происходит война между Россией и Украиной. Это влияет на глобальную экономику. Мы были в Киеве, провели переговоры, встречались также с президентом России. Мы найдем решение. Президент России продемонстрировал, что он готов нам помочь в сфере поставки зерновых. Да, это важно, но, может быть, этого не совсем достаточно. Нужно, чтобы мы добились прекращения огня. Потому что война – это всегда нечто непредсказуемое. И чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится. Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение. Теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы констатировали. Еще раз убедились в том, что все-таки это возможно сделать. Мы выступаем в качестве посредников. Будем говорить и с одной стороной, и с другой стороной. Надеюсь, что добьемся положительных результатов. Большое спасибо, господин президент. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ